17 мая, вторник. «Внимательней надо быть», — проворчал Роман, сердито глядя в экран компьютера. Агата искала ошибку неделю и не смогла найти, а начальнику понадобилось всего несколько минут. «Учишь вас, учишь, и все бестолку», — продолжал сетовать Роман. Агата молчала, делая вид, что вину признала и кается. Она не боялась начальника. Начальник ей нравился. Одно время ей даже казалось, что она в него влюблена. Но потом у нее появился Кирилл, и Роман превратился для Агаты в симпатичного коллегу, с которым всегда приятно иметь дело. «Трудись», — буркнул Роман, отъезжая от ее компа вместе с креслом, улыбнулся Агате и широкими шагами вышел из офиса. Агата пересела в кресло, посмотрела в окно и подумала, не прогуляться ли до метро и обратно. Делать у метро ей было нечего, разве что мороженое купить, но уж очень хотелось под ласковое майское солнышко. К тому же она надела сегодня шелковые брюки-кюлоты, которые приятно скользили по ногам при каждом шаге, и очень ей шли. В кюлотах она казалась себе сошедшей с картинки из журнала МОД. «Прогуляюсь», — решила Агата, потянулась за сумочкой, но тут запел, то есть заиграл лежащий около клавиатуры телефон, и она взяла его в руки, уверенная, что звонит Кирилл, и равнодушно удивилась, что не очень этому радуется. Раньше она его звонков ждала. Кирилл не давала себе знать уже больше месяца, а сама Агата сразу взяла за правило никогда ему не навязываться. Звонил не Кирилл. Звонила Антонина Александровна, приятельница Агатиного дяди. Вообще-то тот не был, собственно, дядей, а совсем дальним родственником, но за восемь лет, которые Агата жила в Москве, успел превратиться в близкого. Ближе Юлия Семеновича в Москве у Агаты никого не было, если не считать Кирилла, конечно. В первую ковидную волну, когда пожилым людям выходить из дома было запрещено, Агата однажды отвезла Антонине Александровне несколько дядиных книг. Те понадобились Антонине для работы, и Юлий Семенович посетовал, что не может помочь подруге. Просто так посетовал, вовсе не имея в виду, что Агата немедленно начнет напрашиваться поработать курьером. Но Агата напросилась. Она любила старого родственника. Тогда Агата и записала Антонине на телефон. «Агата?» — спросила трубка. «У тебя есть ключи от квартиры Юлия?» «Я не могу дозвониться Павлу». Павел приходился Юлию Семеновичу племянником. Настоящим племянником, не как Агата. Еще Павел был хозяином и директором фирмы, в которой Агата работала. Но к нему Агата особых родственных чувств не испытывала и воспринимала просто как хорошего знакомого. «Павел на выставке в Мюнхене», — объяснила Агата. «А зачем вам ключи?» «Юлий не пришел на лекцию». Голос дядиной подруги звучал вроде бы спокойно, но Агата встревоженно замерла с трубкой в руках. «Я сейчас около его двери. Он не открывает. Звоню ему на сотовой, и через дверь слышу звонок. Телефон в квартире». «Надо вызвать полицию», — ахнула Агата. «Я чужой человек. Они не будут взламывать дверь. У тебя есть ключи?» «Нет». «Я попробую достать их». Агата бросила телефон в сумку и помчалась в секретарскую. Слава богу, секретарша Вероника оказалась на месте, покачивалась в кресле с удовольствием жмурясь на пробивающееся сквозь жалюзи солнце. В отличие от Агаты, Вероника умела радоваться любой мелочи, даже солнечным лучам. «Дай мне адрес Павла», — выпалила Агата. «Дай быстро». Павел в Мюнхене, но его теперешняя подруга Ксения в Москве. Жаль, что Агата не знала, где живет Павел. «Зачем?» — опешила Вероника. «Надо». Голос у Агаты сорвался, и она жалобно заскулила. «Надо открыть квартиру родственника. Он на работу сегодня не пришел, он старый уже, а у Павла наверняка есть ключи. «Так тебе слесарь нужен». «А где я его возьму?» «И квартиру слесарь чужому человеку открывать не станет. Квартира-то не моя». «Что вы галдите? Вас на весь коридор слышно». Открыв дверь в секретарскую, поморщился Роман и сердито спросил у Вероники, почему письма до сих пор не готовы. «Рома!» — обрадовалась Вероника, проигнорировав вопрос о письмах. «Помоги Агате, у нее неприятности». Роман с Вероникой давно работали вместе, были на «ты» и отлично чувствовали себя в обществе друг друга. Когда Агата считала, что влюблена в Романа, она его даже немного ревновала к Веронике. Если честно, она и сейчас его чуть-чуть ревновала. «Помоги, Ромочка!» — жалобно заныла Вероника, вместе с креслом, повернувшись к Роману. «Агате нужно срочно вскрыть дверь в чужую квартиру». «Надо успеть, пока хозяев дома нет», — весело уточнил Роман. И тогда Агата заплакала. «Ты что?» — опешил Роман. Слезы текли у девчонки из глаз медленно. Одна капля задержалась на щеке, и ему неожиданно захотелось стряхнуть ее ладонью. Он не хотел брать ее в свою группу. Во-первых, потому что предпочитал работать с парнями, будучи твердо уверенным, что инженерное дело не для дам. А во-вторых, и главных, потому что взять Агату попросил директор. Возиться с какой-то дурой только потому, что она протеже директора, он не собирался. Он приходил в фирму работать, а не комедии разыгрывать. «Не возьму», — сразу отказал Роман Павлу. «Попробуй», — не отставал директор. «Не потянет, скажешь, я ее сразу заберу». В конце концов Роман сдался, понимая, что спорить из-за девчонки смешно и некогда. И у него, и у Павла без того дел было выше головы. Девочка оказалась тихой, немногословной, молча выслушивала его указания и старательно их выполняла. Как ни странно, программировала она хорошо, не хуже коллег-мужчин. Незаметно он к ней привык. Однажды, когда не застал ее на рабочем месте и узнал, что она заболела, даже по-настоящему без нее скучал. Это было странно, поскольку разговаривали они мало и только о работе. Ничего, кроме того, что она протеже Павла. Роман о ней не знал и узнавать не стремился. «Ты что, Агата?» — повторил Роман. «Что случилось?» Слезы продолжали течь, но она их не замечала. Ему понадобилось несколько минут, чтобы понять, что случилось. В серьезность ситуации он не верил, но и отмахиваться от девчонки не стал. Вызвался довезти ее до дома Павла. Он, в отличие от Агаты, знал, где живет начальник. Жил Павел рядом с работой, и они иногда пили пиво у него дома. Потом у Павла поселилась Ксения, и посиделки прекратились. Ксении дома не оказалось. Он долго безуспешно звонил в домофон. Агата молча стояла рядом. Слава богу, больше не плакала. «Позвони этой Антонине», — велел Роман. «Может, нашелся твой родственник?» Родственник не нашелся. Роман с тоской слушал, как Агата разговаривает с женщиной. Идиотская история. «Поехали туда», — вздохнул он, когда Агата, пряча телефон, отрицательно покачала головой. Она послушно пошла к машине, не глядя на него, тихо назвала адрес, когда он уселся за руль. Повезло, ехать предстояло не на другой конец Москвы. Роман покосился на Агату и тронул машину. У нее были прямые волосы чуть ниже плеч, бледное лицо и тонкий красивый профиль. Будь она чуть поярче, казалось бы, красавицей. Роману нравились яркие женщины. Агата откинула рукой волосы со лба. Волосы были не светлые и не темные, средние. «Может, ты родителям позвонишь?» — предложил он, встраиваясь в поток. «Где твои родители?» «Далеко», — тихо и печально ответила она. «О, Господи, неужели померли?» — успел подумать он, но тут она пояснила. «В Челябинске». Роман с облегчением выдохнул. «А еще родственники у тебя есть?» «Здесь, в Москве». Она покачала головой. «Нет». «Квартиру снимаешь?» «Снимаю». Что еще, спросить он не нашел, и дальше они катили молча. Впрочем, ехать было недолго, добрались за 20 минут. Антонина, с которой Агата недавно разговаривала по телефону, стояла, привалившись спиной к стене рядом с дверью в квартиру. Женщина лет шестидесяти. На ней были широкие брюки и длинная почти до колен блуза. В моде Роман не разбирался, но догадался, что одета тетка модно и дорого. Седые волосы аккуратно коротко пострижены. Женщина молча и внимательно посмотрела на Романа. Глаза у нее были умные и несчастные. «Роман», — представился Роман и пояснил, — «я работаю вместе с Агатой». «И с Павлом», — подсказала Агата. Тут у элегантной дамы зазвонил телефон, она достала его из висевшей у нее на плече крохотной сумочки, посмотрела на экран и объяснила, не то Агате, не то Роману. «Павел», — увидел неотвеченные вызовы. Женщина заговорила в телефон, но Роман взял у нее трубку и принялся объяснять сам. «Паш, тут такое дело!» Вскрыть квартиру им удалось только часа через два, когда Роман вызвал знакомого слесаря. Лежавший на кровати пожилой мужчина был мертв. Лежавший на плечах Продолжение следует...